В ходе дней славянской письменности свои научные труды презентовали не только местные столичные ученые, но и зарубежные гости из Бельгии и Республики Беларусь. Основная тема православия в историю культуры разных стран. Участники рассматривают исторические, философские и религовические аспекты развития православия на международной арене. Сегодня во вступительной речи митрополит Владимирский Суздальский Евлогий сказал о значимости недели научной конференции. Сейчас таки в целом мир растет и он познает окружающую всю среду. Это помогает людям как-то себя держать по хорошему тоне и совершать свою, так сказать, лисию. Помимо этого, сегодня в рамках дней славянской письменности обсудили христианские традиции в истории русской и западноевропейской литературы, а также вопросы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Эту тему священнослужители считают одной из приоритетных, так как она направлена на образование студентов. Это тесно связано с подготовкой специалистов, прежде всего, гуманитарного цикла, историков, религиоведов, философов. То есть это рост, это общение преподавателей, рост их научной квалификации, в то же время подготовка квалифицированных специалистов, потому что, безусловно, студенты это тоже активные участники тех мероприятий, о которых я говорил. Завершатся дни славянской письменности в четверг, 31 мая, круглым столом на тему «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви в 20-м столетии», где студенты ВЛГУ и воспитанники Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии будут обсуждать проблемы гонения религии в 20-м веке.